Сейчас об этих и других событиях подробно. Почти сотня компаний, десятки стран и пять тысяч участников. Международный форум «Транспорт Сибири» собрал в столице нашего региона ведущих мировых экспертов в области передвижения на воде, суши, в небе, на земле. Виктория Рыжих подробно о технологических новинках и о том, как изменится транспортная схема региона в ближайшем будущем. Одна из главных тем форума – развитие авиации. Эксперты обсуждали сокращение дотации на перевозки, противоречие в законодательстве по вопросам безопасности, нехватку кадров. В Сибирском федеральном округе нет ни одной частной школы подготовки пилотов. Не хватает и посадочных площадок для гражданской авиации. На весь округ их всего 20. Однако подвели и положительные итоги. В Новосибирске сформировался крупнейший узловой аэропорт. Крупнейший авиационный хаб Российской Федерации за пределами Московской воздушной зоны. Мы сегодня полноценно соединили мостом, проходящим через аэропорт Тормачева, регионы Средней Азии и Восточной Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Участники конференции подчеркивают, важно развивать государственно-частное партнерство и стимулировать приток инвестиций. Планируется, что с докладом по итогам форума губернатор Новосибирской области выступит на неделе транспорта в Москве. Тем более, что новосибирская площадка становится все востребований. Приезжают профессионалы для диалога. И когда им интересно, и каждый год в виде я все равно приводил данные, на 6% за 2 дня больше участников, 99 компаний, участники выставочной деятельности, из 7 стран, экспертное сообщество. Значит, им интересно. А в нам, чисто практическую мы говорим, в том, что мы, во-первых, имеем возможность показать свои проекты, свои видения, свои намерения. И представители федерального форума власти, которые здесь все вместе у нас, и нам проще это продемонстрировать, чем как-то в одиночку, там, каким-то отдельным проектом. На выставке стенды компаний из Германии, Бельгии, Финляндии, Великобритании и других стран. Форум – возможность подчеркнуть новшества в дорожном строительстве и в обеспечении безопасности. Обсуждали и интернет-такси, и систему Платон. По итогам встреч будут составлены резолюции и направлены в ведомства для дальнейшей работы. Программа трех дней форума была насыщенная грузовые и пассажирские перевозки, логистика, безопасность, ЖД, авиа и водный транспорт, а также наука, образование и кадры. Как говорят специалисты, такие встречи побуждают к мозговому штурму, а значит, с завершением форума разработка продуктивных идей не закончится. Виктория Рыжих, Андрей Дулепов, Новости ОТС.